Доброе утро, друзья! Понедельник. У нас с вами понедельник. Значит, что мы начинаем новую неделю. А кто знает, что сегодня ещё за день? Кто знает, что за особенный день сегодня? Пишите, кто первый сейчас напишет в чате? Сегодня понедельник, 31 мая. Да, кто знает, какой сегодня особенный ещё день? Так, Марина Погорелова первая. Причём, смотрите, как Марина написала, чтобы быть первой. Она написала сокращённо. День рождения Дмитрия Васадина. Да, друзья, абсолютно точно. Но самое главное, что вы это знаете. Да, день рождения Дмитрия Васадина. Да, сегодня, 31 мая, у Дмитрия Васадина день рождения, день варенья. Итак, мы, конечно же, должны поздравить. Красиво, организованно. Поэтому, друзья, сегодня все, кто активный в соцсетях, вы можете поздравлять Дмитрия Васадина с днём рождения. И это будет наш такой новый флешмоб. Используйте обязательно хэштег. Я вам сейчас его прям запишу. Ваши все ролики, ваши посты поздравительные, которые вы будете делать. Используйте вот этот хэштег. Happy birthday, Dima super. Мы-то с вами знаем, кто это. И все пусть знают. Вот этот хэштег, я вам его сбрасываю. Так что сегодня вы можете публиковать свои видео. Поздравления. Да вы просто мастер. Каждый из вас мастер на все руки. Вы знаете, как делать, что делать. Пишите ваши ролики, посты. Ну, используйте этот хэштег. Happy birthday, Dima super. Есть это? Да, друзья. Так что именно так Дмитрий Васадин увидит поздравления. Сможет увидеть по хэштегу еще. Мы ему покажем, конечно, где можно посмотреть, как посмотреть. Так что давайте. Кто сегодня будет публиковать? Кто, возможно, уже опубликовал? Потому что я видела, что где-то уже проскакивали поздравления, где-то проскакивали упоминания. Я вчера специально вам об этом не говорила. То есть кто знает, те знают. Ну, а кто не знал до сегодняшнего утра, то вот, пожалуйста, 31 мая – это день рождения Дмитрия Васадина. И мы сегодня его поздравляем. Вы можете все свои самые искренние слова сказать, пожелания, поздравления. Возможно, вы знакомы лично с Дмитрием Васадиным. Возможно, вы хотите только познакомиться еще. Вы не знакомы лично, а вот через прямой эфир, который Дмитрий проводил для нас, то вы так немножко заочно познакомились. Но ваша мечта еще в будущем – это познакомиться еще лично. Вот так что озвучивайте все ваши желания, все ваши мечты. Ну и помните, что все нужно мечтать, нужно желать, и эти мечты будут сбываться. Так, Вячеслав предложил хэштег «Happy Birthday» с нижним перчеркиванием. Я не люблю использовать много нижних подчеркиваний и точек именно в хэштегах. Давайте уже будем без них. Вот, потому что и так очень много допускается ошибок. Некоторые даже допускают ошибки там в написании кэшфлоу, да, и e-currency. У нас теперь есть несколько видов хэштегов. Одни правильные, а другие с ошибками, которые написаны. И, кстати, те, которые с ошибками, там их очень много. Вот, так что будем без нижних подчеркиваний, без точек, без дополнительных еще там разных штучек, потому что будете только в них путаться. Все, скопировали, записали. Все, поехали. Потому что потом вы начинаете искать, а где это нижнее подчеркивание, кто-то не знает, где оно. Но все. Вот, это есть. Это наша первая задача. Наша первая задача на сегодня, наш праздник на сегодняшний день. И можете это делать. Есть это? Все. Вот Лена пишет, что мы помним, что сегодня за день. Да, много кто помнит, ребят. Я тоже помню, вот, и вы тоже, конечно же, помните и знаете. Так что сегодня есть такой дополнительный повод поздравить Дмитрия Васильевича. Это как раз все, кто хотят написать ему, заявить о себе, да, чтобы вас заметили. Публикуйте. Публикуйте ваши посты, публикуйте ваши видео, записывайте ваши видео, и вы будете на виду. Да, ну, чтобы еще вы были в организации со всеми, то вы можете использовать этот хэштег. То есть его использовать обязательно. Людмила у нас уже опубликовала, пишет, что ролик в ТикТок уже опубликовала. Хорошо. Можете опубликовать еще и использовать хэштег, чтобы мы увидели. Есть это. Да, потому что сегодня вот такой очень получилось интересно. Такой новый день недели, знаковый день, да. То есть у нас много событий, которые происходят. Это еще день рождения Дмитрия Васадина. Ну, в общем, все, ребят. Нужно лететь, лететь вперед. Ни дня и ни минуты вообще расслабляться. Это первое. Дальше. Следующий момент. Мы вчера с вами проводили вебинар. Пришли на вебинар все, кто заинтересованы в развитии своих аккаунтов в соцсетях и кто заинтересованы в своем тоже личном развитии и в развитии всего проекта в целом через социальные сети тоже. Кто уже это делает, выражаю вам еще раз благодарность за то, что вы делаете. Кто хочет подключаться к этому процессу, ребят, все легко. Вы легко сможете все сделать впервые. И посты сделать, и видео сделать. И научиться, что там, как публиковать. Этому научиться довольно-таки очень просто. Абсолютно несложно. То есть соцсети построены так, чтобы им могли пользоваться, им могли пользоваться все. Начиная от детей, чтобы они понимали, что там, как делать, и заканчивая уже самым старшим поколением. Они тоже, кстати, все знают и разбираются, как там делать. Вебинар в записи есть. Да, я вчера его опубликовала на своем YouTube-канале. Я сразу же его опубликовала. Он в открытом доступе. Вы зайдите, посмотрите. Он так и называется. Я могу вам сейчас его сбросить, если хотите. Мы вчера общались конкретно по TikTok. Разобрали еще несколько алгоритмов, несколько подсказок, как использовать те уже тренды, которые есть там у биткоина, как их использовать на e-currency. То есть послушайте. Послушайте, там довольно-таки подсказок достаточно. Потому что я давала подсказки, вы тоже там писали подсказки. Вера тоже свои подсказки и по аудитории, и вообще по наполнению. Мы их использовали. Давайте я вам сброшу. И вы запомните, что это мой YouTube-канал, где я сбрашиваю конкретно наши все рабочие видео. То есть подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения всегда. То есть если у вас не нажат колокольчик, вы не видите, когда я что-то заливаю. А когда вы нажмете колокольчик, то вам всегда будет приходить оповещение, что Ирина Левченко залила новое видео. Вот это видео, оно называется 30 мая, соцсети, флешмоб, соцсети, точка, флешмоб. Мы новый вчера запустили, точка, и тикток. Вот. То есть это вчерашний вебинар. И сразу даю вам обратную связь по нашему новому флешмобу, который мы тоже запустили. Вчера мы его запустили именно по географии. Ребята, вы все находитесь в разных уголках мира. Вот когда вы приходите на зарядку, вы пишете, где вы. То есть тут у нас столько городов, столько стран, такая наша география, что мы можем это тоже показать организованно через социальные сети. Поэтому вы публикуете ролики в тикток, в инстаграм, и рассказываете, где вы. Вы передаете привет всем из того города, где вы находитесь. А возможно, вы снимете кусочек пейзажа. В общем, я дала вчера рекомендации в вебинаре. Посмотрите обязательно, как сделать этот ролик, что сделать для Телеграм. Потому что вы мне сбрасываете эти ролики. Я их публикую потом в Телеграм-канал, на наш общий Телеграм-канал, где все бенефициары смогут увидеть эти ролики. Это обязательно нужно делать. Поэтому вы мне, пожалуйста, присылайте эти ролики, и я буду их группировать, как вот мы делали про сколько, кто является бенефициаром и в сообществе уже лет. Также мы будем делать о нашей географии. То есть записывайте ролик, мне присылайте. Я вам напоминаю, куда мне присылать. Это присылайте мне в Телеграм. Вот этот аккаунт. Это отдельный специальный аккаунт, который для ваших всех медиаматериалов. Вот он. Так. Записываю вам его сейчас, чтобы вы еще раз себе сохранили. Вот. На этот Телеграм-аккаунт мне присылайте все ваши материалы. Потому что в мой основной вы присылаете и видео, и там переписка, чтобы все не терялось в куче. Вот для видео вот этот отдельный специальный Телеграм. То есть я дописываю, что это Телеграм. Сюда мне высылайте, я буду публиковать. Вот. Также мы договорились, что когда вы будете говорить о своей географии или публиковать свои еще ролики в ТикТок, там, в Инстаграм, другие соцсети, будем еще использовать новый хэштег, который будет отвечать именно за нашу географию. Вот. Я посмотрела варианты. Давайте я вам сейчас предложу. Я его еще не запустила, но он свободный, мы можем его легко запустить. Я подумала, там, разные варианты посмотрела. Вот, в принципе, кэшфлоу ворд мне заходит. Тут, конечно, идут две буквы W подряд, но, в принципе, даже интересны. Они, в принципе, даже созвучны. То есть кэшфлоу в инзе ворд это было бы слишком длинно. В общем, мне вот так зашло, чтобы он был не длинным, чтобы он был достаточно коротеньким, узнаваемым, конечно же, и уникальным, чтобы он был именно наш. А заходит, я предлагаю использовать этот и сразу его запускать тоже. Это ваша география. То есть не забывайте, что слово ворд вы пишете без ошибок в конце. То есть посмотрите внимательно. Вам нужно написать хэштег всего лишь один раз. И дальше у вас всегда будет прописан он одинаково, и вы только начнете писать, и вам уже сама соцсеть будет предлагать этот хэштег, потому что она будет помнить, она, точнее, помнит, какие хэштеги вы используете чаще всего. И поэтому уже вы только выбрали первый, второй, третий, те, которые вы себе взяли. Я сразу вам хочу еще сбросить этот телеграм-канал, где у нас отдельный, он идет, где я публикую информацию для всех, кто заинтересован в развитии через социальные сети. Сейчас я вам сброшу, ребят. О, для напишетными решетками. Нет, это мне почему-то сейчас задвоились две решетки с одной решеткой. Давайте я вам еще раз его продублирую. С одной решеткой, это я накопировала, и у меня еще решетка вставилась. С одной решеткой. И даем сейчас телеграм-канал, где будет, и дальше идти вся информация относительно соцсетей. Смотрите, наш основной телеграм-канал – это Cashflow Fund, а здесь Cashflow Fund и в конце буковка L еще. Вот, то есть чтобы вы понимали, как они различаются. Он коричневый, там коричневая аватарка, я его так и называю, коричневый канал. То есть мы уже с вами знаем этот канал. Вот, то есть там будет подсказки, задания для всех, кто заинтересован в развитии через социальные сети. Напоминаю вам, что через социальные сети вы легко можете собирать свою команду. Через социальные сети вы легко заявляете миру Cashflow. То есть через социальные сети вообще можно делать все, все, все. Как только я стала участницей нашего сообщества, я полностью все делала именно исключительно через социальные сети. Я не проводила личные встречи, у меня не было с кем их проводить. Я работала исключительно через социальные сети, и вот, пожалуйста, все получилось, только исключительно через социальные сети. Проводить личные встречи я уже стала тогда, когда у меня уже стала большая команда, то есть я уже личные встречи проводила именно с командой, уже с бенефициарами, большинство это именно с бенефициарами. А новички, и до сегодняшнего дня, и до теперь, ко мне новички приходят исключительно в большинстве случаев через социальные сети. Даже те люди, с которыми я знакомлюсь просто так в мире, я их обязательно добавляю к себе в друзья в соцсетях, и потом уже дело техники, раз-два, и через некоторое время они сами, конечно, просят, что слушай, пожалуйста, внедри меня. Вот мне так понравилось, это одно такое, была такая просьба. Внедри меня, пожалуйста, в ваше движение. Можно мне внедриться? Внедри меня, пожалуйста, в ваше движение. Я тоже хочу быть в фонде. Я тоже хочу быть в денежном потоке. Так что и без проблем сейчас внедрим, и все сделаем. Вот, так что, ребят, в соцсети это и ваше развитие личное, ваша команда, это ваши деньги, ваши бонусы, и также это еще и развитие проекта в целом. То есть развивать проект в целом нужно, и через соцсети обязательно. Участвуйте в наших флешмобах, записывайте ролики, пишите посты, и это ваша хорошая лепта в развитие всего проекта и в развитие всего сообщества. Итак, напоминаю, я сейчас на этом канале опубликую еще, опубликую там все наши флешмобы, которые мы делали, наши задания. Я их продублирую. Вчера мы с вами договорились, что я их продублирую. Сегодня в течение дня продублирую. Вы сможете их увидеть. Поэтому подпишитесь туда. Я вот здесь просите добавить что-то про соцсети в название канала. Добавлю. Добавляйтесь в этот канал, я добавлю что-то еще про соцсети. Я подумаю, как, чтобы это было сразу первым словом, чтобы вы понимали. То есть можете предложить мне пару вариантов, чтобы сделать, чтобы этот канал сразу отличался. Потому что в Телеграм вы знаете, что очень много каналов и название, и аватарка вот должна прям выделяться. То есть мне нравится аватарка, что она вот коричневая. Для меня она выделяется. На фоне всего, что у меня очень-очень много разных каналов и разных диалогов личных, то у меня этот канал сразу же выделяется. Потому что там две горизонтальные линии, они коричневого, такого контрастного цвета на уровне с фоном. И мне нравится, как оно выделяется. То есть использовать где-то еще аватарку с нашим логотипом нет, потому что он у нас на главном канале. А здесь уже используем такие второстепенные аватарки, потому что с логотипом это у нас на главном канале. Так, есть этот момент. Пишите, что красиво звучит наше движение. Конечно. Ну и красиво звучит, оно красиво выглядит, потому что его делаем мы. А мы все довольные, счастливые, красивые. Так, это второй момент, который хотела с вами обговорить, что касательно соцсетей. Что мы с вами делаем в соцсетях, ну и что вы можете делать, чтобы повышать свою эффективность. То есть делать организованно. И через соцсети мы будем организовываться именно вот в этом телеграм-канальчике. Вы мне можете писать свои подсказки, что вы знаете, что делать. Я буду их там публиковать. Ну и все. И кто заинтересован в публикациях в соцсетях, посмотрите вчерашний вебинар. Там есть несколько подсказок, которые сможете для себя использовать. Так, Наталья пишет, хотелось поговорить о эфире Дмитрия Васадина сейчас на зарядке. Да, ребят? Ну я все ждала, когда же вы спросите. А вы такие умнички вообще просто, что мы раз первое дело сделали, второе дело сделали. То есть такие вот важные раз внутри. Ну и теперь, конечно же, давайте поговорим о эфире. Скажите, пожалуйста, кто был на эфире? Кто смотрел и кто не смотрел? Кто смотрел, пишите плюс там ваши цифры, соточки. Кто не смотрел, пишите, что вы не смотрели, пишите нолики или минусы, что вы еще не смотрели. Интересно, есть ли вообще кто-то сейчас на зарядке и кто не смотрел? Я уверена, что нет. Ну, надеюсь, на 99,9%, что нет. Потому что, ребята, если вы вдруг не смотрели эфир, то, блин, ну а что вы пришли на зарядку неподготовленными? Подготовиться нужно было до зарядки. Ну, пока только плюсы. Так, плюсы, плюсы. Так, ни одного пока нолика, ни одного минуса нет, потому что знаю точно, что посмотрели его очень много наших участников. Ну, те, кто есть на зарядке, те, кто ходит регулярно на зарядке, ну, естественно, что точно посмотрели. И вы пишите, что еще, еще переслушиваю, еще пересматриваю. Да, ребят, я тоже так делала. Так, ну да, все, с утра еще пересмотрела, еще пересматривала. Уже пересмотрела два раза, пишите. Да, да. А вот, есть. Кто смотрел в прямом эфире, я могу вам порекомендовать, послушайте, пожалуйста, еще запись после эфира, потому что все несколько раз, когда вы прослушиваете, вам будет восприниматься абсолютно даже по-другому. Я вам сейчас дам подсказку, где посмотреть. Сейчас я вам прям сброшу. Дмитрий Васадин на своем телеграм, простите, не телеграм, опубликовал нам запись на YouTube, и мы можем ее посмотреть в записи, потому что много кто просил сделать запись. Дмитрий Васадин для нас сделал запись. Смотрите, я вам сброшу сейчас ссылку. Так, поделиться, копирую для вас. Он называется «Пробный эфир в ТикТоке». Видео. Вот, есть. Я рассылала еще его в кабинетах. То есть проверяйте ваши сообщения в кабинете. Дорогие аудиторы, если вдруг вы не воспользовались еще рассылкой в кабинете, разошлите. То есть это такая подсказка, чтобы вы могли в кабинете разослать, и участники смогли пересмотреть. Я знаю, что уже где-то там много порашаривалась эта запись по разным каналам. Ребят, ну, потому что все мы очень с вами умные, и мы умеем делать записи самостоятельно. Это уже не те времена, а пять лет назад. Пять лет назад это была полная диковинка. И тот, кто умел делать запись какого-то эфира или вебинара, это был просто человек, ну, бог. Просто бог. На него все молились. Сейчас наши гаджеты уже такие умные, что они все сами делают, и вы уже все тоже умные, вы все знаете, как делать. Поэтому я знаю, что появилось очень много где расшарена эта запись. Но я бы вас попросила, если вы даже опубликовали, поставьте доступ по ссылке, чтобы не было. То есть сейчас все могут посмотреть, вот, чтобы не путались, да. То есть сейчас вот есть эта запись, потому что, возможно, у вас не все, возможно, кусочками, возможно, у вас был плохой интернет, и у вас обрывалось местами. Кстати, у меня тоже обрывалось местами. Вот, и, ну, мало ли чего, да. То есть что там с вашей записью, возможно, вы не до конца сделали, возможно, еще что-то. Вот, так что пусть по максимуму посмотрят именно запись от Дмитрия. Вот, рассылайте в кабинетах, и пусть все посмотрят. Так, так что вижу, что те, кто на зарядке, смотрели все. Ну, это точно. Конечно, было бы желательно для нас, чтобы запись посмотрели, и послушали еще те, кто не ходит на зарядке, особенно. Вот, особенно те, кто не ходит на зарядке, особенно те, кто вообще не на связи. Сейчас, в принципе, вот все последнее время, когда участники обращаются, выходят на связь, наконец-таки, да, уже не я их разыскиваю, не я пытаюсь с ними познакомиться, потому что они, ну, полные, вовлеченности вообще, ну, ноль практически. А уже они, наконец-таки, ищут со мной связь, ну, и как, в принципе, с вами тоже, вот с некоторыми аудиторами. Вот, так что подсказывайте им, сбрасывайте им запись. И, в принципе, любой диалог сейчас я могу продолжать с каждым человеком только после того, как он послушал запись. То есть он мне там что-то пишет, спрашивает, говорю, отлично, здравствуйте, хорошо, что написали, послушайте запись, и потом мы с вами пообщаемся. Если человек говорит, что да, я уже послушал, я смотрю на вопрос, который он мне задает, и понимаю, что ответ на этот вопрос был в эфире. Говорю, вы невнимательно посмотрели эфир, ответ на ваш вопрос в эфире, в этом эфире, пожалуйста, посмотрите еще раз. И там полностью есть целиком ответ на ваш вопрос. То есть индивидуально я не могу каждому объяснить, повторить, если у нас есть все централизовано. Дмитрий Васадин провел эфир, и вы от самого Дмитрия можете все услышать, ответ на свой вопрос. Поэтому, ребят, не тратьте время на, например, общение, если уже есть ответы на этот вопрос в эфире, а, в принципе, Дмитрий дал ответы на все вопросы. И все, то есть направляйте людей, чтобы они пересматривали. Раз, два, три. Наташа вот пишет, хотя некоторые ничего так до сих пор и не поняли, да, и остались с вопросами. Пусть пересмотрят три раза, пусть пересмотрят десять раз. Ну, не знаю, направьте их уже, пусть они, возможно, сядьте с ними рядом, пригласите их на встречу, посадите рядом, возьмите их за руку и скажите, так, слушай, давай вместе мы сейчас посмотрим. И поверьте, даже вот этот час эфира, то, что вы проведете и посмотрите, это будет намного эффективнее, чем вы все равно меньше часа не пообщаетесь. То есть даже если вы созвонитесь, или будете переписываться, или встретитесь, ну, вы меньше часа не пообщаетесь точно. Поэтому эффективно, знаю по себе, эффективно, когда вы собираете компанию, да, у кого там, у кого еще остались вопросы, сажаете их рядом за руку, в машине, возможно, вы там в кафе, в парке, сейчас вообще место для встречи, море, может быть, дома вы встречаетесь, может быть, это там ваш близкий круг общения. Все, сели, так, смотрим вместе. И причем по ходу даже можете с ними вот прорабатывать. Что-то прошло, ага, вот твой вопрос, смотри, ага, обговорили, понятно, понятно, непонятно, так, откручиваем, точнее, отматываем назад запись, смотрим снова. А теперь понятно, ага, понял, ну, ты вкурил теперь, да, то есть все, вкурил, хорошо. То есть воспользуйтесь вот этим механизмом, ну, и именно общение. Дорогие бенефицары, если вам тоже что-то осталось непонятно, еще у вас остались вопросы, попросите помощи у там ваших знакомых, кто есть в проекте, да, или это ваш аудитор, если вы с ним близко общаетесь, если вы встречаетесь, точнее, да, если у вас есть возможность встреч, именно встретиться и вместе пересмотреть эту запись. Вот. Вы спрашиваете, ожидаются ли ли в будущем еще эфиры от Дмитрия Васадина? Да. Ожидаются в будущем еще, и я думаю, что даже уже вот в ближайшем времени будут еще эфиры. Я очень сильно хочу, чтобы эти эфиры были. Ну, ну и в принципе Дмитрий Васадин нам сам об этом тоже сказал, что он будет проводить еще эфиры, да, то есть это был такой пробный эфир, во-первых, и в плане технических всех моментов, и в принципе по общению. Мне показалось, лично мне, не знаю, как вы, что вы можете сказать, что ему понравилось. Как вы считаете? Мне показалось, что ему понравилось с нами общаться. Он читал наш чат, наши комментарии, да, конечно, их было очень много, ничего страшного, но те, кто нужно, появлялись, да, они сразу в глаз бросались, вот, и мне понравилось, что было хорошо. То есть и наша обратная связь, мы много сердечек слали, много смайликов, сердечек, да, мы давали вот такую тоже классную обратную связь, там, ответы на вопросы, там, да, нет, там, вот вовлеченность была очень сильная, да, потому что бывают такие эфиры, когда ты просто включаешь, слушаешь, и там занимаешься своими делами. Нет, это был не тот вариант, это был эфир, когда все сидели вовлеченные, ну, и в принципе все будущие эфиры, вот, когда все вот такие прям вовлеченные, вовлеченные полностью. Поэтому мне показалось, что Дмитрию Васадину понравилось с нами общаться вот таким способом и проводить вот такие эфиры. И поэтому думаю, что в будущем все, которые будут, они тоже будут и нам полезны, нам в кайф, ну, и в принципе, ему тоже будет с нами интересно пообщаться, потому что общение у нас на самом деле интересно. Я тоже перечитывала комментарии, которые были под его видео в ТикТоке. Очень, очень много таких классных мыслей, классных людей. И помним, да, и Дмитрий нам об этом говорил, что вы можете друг друга добавлять в друзья. То есть прочитывайте комментарии, если вы видите, то есть как найти единомышленников. Если вы видите, что мысли этого человека схожи на ваши, то есть вы мыслите вот в одном направлении, вам нравится его стиль, как он пишет, как он высказывается, зайдите к нему, сразу же вы перешли, нажали вот на иконочку, которая есть возле его комментария, увидели его, можете подписаться, можете отправить сообщение, там полайкать его страничку, прокомментировать его посты. Вот. Так что сделайте вот друг другу, нужно добавиться. И таким образом и подписчики будут у нас набираться, да, то есть для большей аудитории. И дружите, в общем, дружите через соцсети. Я вчера, в принципе, объясняла еще, почему дружить, да, и почему механизм, который мы используем с хэштегами, с общими, что он дает вам тоже. То есть не только всем другим, кто их использует целенаправленно, но и вам тоже, что дает этот хэштег, если вы его начинаете использовать в своих роликах еще. Ну или вообще, если вы начинаете просматривать эти видео или дружить с этими людьми. Вот. Так что это по эфиру Дмитрий дам дал подсказку тоже, которую мы пользуемся. Я вам их напоминаю, что подружиться друг с другом. Вы пишите, что сейчас много было, комментариев. Ну, конечно, потому что все были вовлечены в эфир. То есть я не успевала даже обновлять. То есть они вот так летели, 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 летели. Много было комментариев, естественно. Наталья пишет, удивила, что было мало слушателей. Ну, это был выходной, пять часов вечера. Вот. То есть кто подготовился и уже заранее себе освободил время, чтобы послушать, отлично. Вот кто-то пытается сейчас спросить, что перескажите. Нет, я не пересказываю. И вы, пожалуйста, не пересказывайте. Пусть посмотрят записи. Ну, и, конечно, еще очень-очень много людей, которые не слушали пока еще. Но думаю, что они послушают. Через время они таки послушают, потому что другого выбора у них не останется. Итак, ребят, теперь для тех, кто слушает, кто делает, кто полностью в процессе, что мы сейчас с вами делаем. Мне сразу же после эфира стали приходить сообщения такого плана, что все, я послушал, так, я готов действовать. Что, если я сейчас пополняю кабинет? Что, если я сейчас делаю взнос? Так, у меня уже будет не полностью реинвест, не стопроцентный реинвест. Я уже смогу там из премии подавать на вывод. Давайте теперь поработаем и вот как раз сделаем такую подготовку, ну, уже там свои действия, чтобы вы по открытиям кабинетов стали уже сразу получать деньги. Значит, смотрите, ребят, у нас активность приветствуется всегда и вознаграждается всегда. И все активные люди, они всегда в плюсе. Вот вы спрашиваете сейчас, например, если я сейчас буду делать взнос и пополнять, а не ждать, когда у меня откроется кабинет, это мне будет плюсом или нет? Да, это будет плюсом. Так же, как и для всех тех, кто сейчас все это время, две недели, когда у нас там, кабинеты бенефициаров, которые уже старше двух месяцев, которые у нас в проекте, у них начисления не идут, но вы пополняете кабинет, вы делаете взнос, у вас появляются реферальные, то есть это все вам засчитывается, это в плюс. И сейчас вы можете тоже продолжать и делать себе пополнение, и делать взнос, ну и дальше, когда открываются кабинеты, то у вас уже и не стопроцентный реинвест, а у всех остальных стопроцентный реинвест. Поэтому, ребят, а чтобы у вас было, что снимать и со своих премий не был прям стопроцентный реинвест, то начинаете активничать. И да, вы можете делать это уже сейчас. Дмитрий озвучил, что виды активности все, которые есть, разные, это ваши взносы. Если вы делаете взносы, то у вас реинвест уже меньше, чем 100%. Если у вас появляются реферальные новички, новые участники, то у вас тоже еще открывается дополнительно. Поэтому эти виды активности приносят мало того, что вам премии, они открывают все больше премий ваших ежедневных, так они еще добавляют вам бонусы. То же касается и аудиторов, то есть ваши структурные, ваши реферальные, то есть вам все это приносит еще дополнительные деньги, дополнительные бонусы. Поэтому эти виды активности уже используйте. Смотрите по разным там суммам, сколько вы пополняете, сколько вы делаете. Когда у нас уже откроются кабинеты, я думаю, что это уже для всех станет, ну, явно и четко понятно, но сейчас вы можете уже просто делать. И потом увидите ваши действия, которые вы сейчас делали, к чему они привели. Отлично. У всех стопроцентный реинвест, а у вас нет. А у вас сразу из премии что-то капает, и вы подаете на вывод. То есть наши новички, они и так получают, а вот раз еще и вы получаете. И потом ваши новички тоже заходят, и они тоже получают, ну, в принципе, как все на ритме. Поэтому вы можете сейчас проявлять эту активность. Все, кто там меньше двух месяцев в проекте, все, они пошли, 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 полетели. Аудиторы им сейчас помогают, подсказывают. Ну, и эти новички, которые у нас сейчас есть, они красавцы. На самом деле у них уже с первых дней, с первых недель появляются их личные приглашенные. Плюс ко всему они еще посмотрели эфир Дмитрия Васадина. Я еще проанализировала отклик своих новичков. Вот у меня есть знакомые, которые ну вот у меня есть одна девушка знакомая, она прямо вот мне вчера написала, что послушала эфир Дмитрия Васадина и такая классный мужик. Ну, то есть она барышня в принципе. Вот, что такая прямая, открытая, говорит, классный мужик. Все. вот, и теперь у меня уже там есть претендент на участие тоже в кэшфлоу. Помоги, пожалуйста, как его зарегистрировать, да, подскажи. Все, я раз-раз расписала там шаги и все, все понятно, все делаем. Потом так еще вопрос, а вообще Дмитрий проводит личные встречи? Я говорю, да, с особо отличившимися, конечно, можно организовать еще встречи. Вот мы недавно в Египте такую встречу делали, что наши самые рвущиеся участники вот, из Иркутска, из Южно-Сахалинска, да, из Казахстана, из Киргизстана, из Бурятии, да, то есть это вот команда Людмилы Красовой, вот, все ребята, которые были, ну, и из Киева тоже приезжали. Поэтому такие, кто были самые отличившиеся и кто хотел, были на встречах. А плюс там периодически тоже еще бывает. Поэтому я говорю, давай, особо выделяйся, особо отличись и будет тогда еще встреча. Она такая, так, все понятно, хорошо, супер. Вот, так что я пронаблюдала такую реакцию наших новичков, которые вот несколько недель в проекте сами еще осваиваются и в плане как завести, как вывести деньги и как сделать первые регистрации. и я сделала такой механизм по пунктам, я, возможно, с вами поделюсь этими пунктами. Я все буду делать на коричневом канале. То есть я вот такие всякие полезные штучки буду в этот коричневый канал в Телеграм сбрасывать. Там я по пунктам расписала, ну, только я это расписала как для своих, я давайте цивилизованно сделаю такой вот как общий для всех, он будет подходить, и вы сможете их потом сбрасывать. Там 12 пунктов вот от и до, начиная от money storage, чтобы, то есть это я назвала такой пакет all inclusive, все, все включено. То есть максимальная выгода, как завести новичка по максимальной выгоде. Конечно, начать с money storage. То есть там всего лишь 12 пунктов, и причем они так все расписаны. Я, возможно, даже подобавляю скриншоты еще туда, чтобы вы прям сбрасывали, ну, во-первых, если вы еще не разобрались, как регистрировать новичков, вы смотрите, для себя такая подсказка идет, и ваши потом же бенефициары, когда они будут регистрировать себе новичков, вы им сбросите. То есть это будут их подсказки. Это не инструкция новичку, как ему зайти, а это подсказки бенефициару нашему, как завести новичка. Вот с максимальной выгодой для себя, потому что как новичку зарегистрироваться, в принципе, у нас достаточно уже пособий, инструкций и видео разных. А вот как вам действовать? Вот вы бенефициар фонда уже, и что же делать вам? Вот все, у вас сейчас готовый претендент сидит на участие, что вам, с чего начать, чтобы была максимальная выгода. Поэтому этим поделюсь. Хорошо? Вот это все будет в коричневом канале. Вот, так что это такой вот отклик новичков, кто совсем недавно, и они послушали такие, ну до этого и так уже понятно все по развитию, и причем они все знали, что у нас сейчас кто-то на ревизии, кто-то у нас сейчас на стопроцентных реинвестах, да, и они такие, хорошо, но я прекрасно знаю историю нашего проекта, историю нашего сообщества, я знаю тебя, да, то есть я наблюдаю там уже определенное время вот за тобой, вот я хочу, то есть я знаю, что у вас всегда все будет классно, не помню кто именно, но точно помню мужчина в ТикТок у нас недавно записал такой ролик, что если на, то есть столько сил и столько вообще работы, труда, такого количества людей положено на наше сообщество и на наш проект, то жить он будет долго и долго, да, ну то есть мы в этом, кто принимает это как факт, мы это знаем, да, то есть это вот для всех, у кого есть вопрос, а сколько он будет существовать, сколько он будет жить, он идеален, Дмитрий Васадин как сказал, он бесконечно существует, все, он идеален, лучше просто нет, все, то есть уже за 8 лет и получилось именно благодаря тому, что мы столько времени уже развиваемся, поэтому все новички, которые вот хотя бы немного времени там пронаблюдали за вами, они понимают, что все раз, два, три нужно зайти, вот, и те новички, которые сейчас тоже будут заходить, тем более им повезло, что они посмотрели еще эфир Дмитрия, такие сразу, классные мужики, такие еще, так все, наконец-таки, да, то есть я вот под таким откликом, знаете, что считываю так подсознательно, классный мужик, да, и такой все, я там готов действовать, и наконец-таки, да, вот что-то такое случилось в моей жизни, да, ну вот я сейчас говорю, вот лица человека, который со мной общается, вот тут наконец-таки, что это произошло в моей жизни, что все, теперь вот так, нужно здесь поподробнее повникать, именно больше времени, что там, да, пообщаться, какие-то могут быть встречи, как я могу быстрее здесь раскрутиться, все, то есть наконец-таки подфартило, все, можно теперь сосредоточиться здесь повнимательнее, и все будет классно, все успокоится немного, все будет хорошо, да, то есть я считываю именно такие эмоции, и знаю, что они вот у большого количества людей, очень у большого, также в будущем нам, мы такой следующий вебинар, который проведем с вами, а может быть, это будет и в формате зарядки, мы пообщаемся именно о новичках, у меня сейчас появилось таких парочку наблюдений, с кем еще пообщаться, и почему именно с этими людьми, да, то есть, и почему именно сейчас, это я потом вам в отдельном вебинаре или отдельная зарядка, мы тоже с вами пообщаемся, да, чтобы у вас был ваш старт быстрый, чтобы вы недолго раскачивались, чтобы вы быстро, 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 пошли и все, у вас уже были и нормальные свои личные потоки, и нормальные бонусы, которые вы будете получать для всех бенефициаров наших с реинвестами, чтобы они за счет новичков, еще за счет своей активности открывали свои премии по максимуму еще, для всех наших бенефициаров, новичков, чтобы они со старта могли включаться, то есть эти все подсказки будем давать, и главное, ребят, просто слушайте их, на самом деле, этих подсказок у нас всегда достаточно, их всегда много, а главное просто их слушайте, да, то есть вот те несколько, мне так понравилось, как Дмитрий сказал, там, вот в комментариях, да, всех, кто писали, то есть как жалко выглядели там те пару десятков человек, которые что-то там вякали, вякали, одни и те же сообщения писали по много раз, и там какие-то говняные комментарии, или там от одного имени, да, там кучу этих комментариев, на самом деле они, ну, действительно же жалко выглядели, вот, а на фоне всего, что, на фоне всех нас, вот, поэтому, вот как раз подсказки и такие важный момент, что делать и как делать, мы о них говорим всегда, и они звучат всегда, но некоторые такие вот люди, они всегда пишут, а, сколько можно этой воды, да, прекращайте воду, кстати, на эфире Дмитрия тоже кто-то писал такой, думаю, обалдеть, потом какой-то чувак написал, ну, все, хватит воды, давайте переходить к делу, я думаю, ух ты, я думала, только на моих эфирах могут такое писать, да, пару человек, которые действительно, ну, очень смотрятся по-другому, вот, так что вся вода, ребят, во-первых, это жизнь, да, без нее жизни нет в мире, так что вся вода, которая есть, она не зря, и там вся, вся полностью информация для того, чтобы вы поскорее выходили в это ощущение достатка, ощущение спокойствия, ну, и все то, для чего вы пришли, присоединились к нашему проекту, потому что здесь все это приходит, и не зря я попросила вас записать видео, мы запустили этот флешмоб, кто сколько лет в сообществе, потому что те, кто уже 6, 7, 8 лет в сообществе, ну, ребят, это просто титаны, да, это титаны, и эти люди здесь, потому что лучшего в мире просто нет. Так, теперь почитаю немножко ваш чат, вижу, тут вопросы есть, какая сумма должна быть внесена, ребят, сколько у вас есть свободных средств, делайте взнос, то есть вы сами знаете, какие у вас есть суммы, сколько вы хотите добавить еще к своему потоку, вот, то есть понятно, если вы будете делать минималки по 20 долларов, ну, сколько у вас будет открываться, то есть тут опять-таки поймите этот момент, вы сами должны определять свои суммы, сами, вот, вот вы сами должны определять, сколько вы хотите получать, вы сами должны определять, сколько вы сейчас добавляете к своему потоку, вы сами это делаете, вот вы сами сейчас посмотрите, сколько у вас есть свободных средств, которые вы сейчас можете и готовы запустить свой поток кашфол, делайте, вот, то есть вы сами это определяете. Так, это по сумме. Дальше. Как долго будет 100% реинвестов? Нина спрашивает. Нина, пока вы не начнете что-то делать, хоть 100 лет. То есть если вы 100 лет ничего не будете делать, у вас 100 лет будут реинвесты 100%. Вот как только начинаете развивать со всеми другими проект, то у вас все будет хорошо. То есть начинаете, включаетесь развивать с другими. Есть ли конечно другие будут развивать очень супер-супер классно даже без вас? Ну, тогда возможно у вас тоже что-то будет открываться. Но чтобы было быстрее, то есть вы спрашиваете всегда, как долго? И вы хотите всегда быстрее. Чтобы было быстрее, включайтесь. Ребят, чтобы было не пару сотен и пару тысяч людей, которые всегда фигачат. Включитесь все, и тогда у всех все откроется сразу же. поймите, то есть все зависит только от вас, как быстро вы включитесь в процесс со всеми другими. Потому что все фигачат, все заводят, и новичков, все взносы делают. Вы же видите, то есть периодически даже иногда мы сбрасываем скриншоты, да, у нас там новички, там по пять тысяч сейчас заходят долларов. Это новички, и их заводят люди, у которых нет сейчас начислений. Поймите это, да? То есть, ну, они это делают. Все потому, что они давным-давно уже свое будущее определили с нашим проектом, и ничего другого, ну, лучшего в мире просто нет. Вот, поэтому вы когда тоже это поймете и примете, то будет быстрее. Поэтому все, вся скорость зависит от нас. Так, сразу, Катя пишет, сразу видно по вопросам, кто не был на эфире. Ну, возможно, и были на эфире, ребят, ну, просто нужно слушать. Слушать, делать. Так, что нужно сделать, вы спрашиваете, для стопроцентного вывода? Ну, ваша активность. То есть, когда ваша активность будет такова, что у вас будет стопроцентный вывод, и с ваших новых взносов, и с ваших всех сейчас взносов, которые у вас есть в потоке, все зависит от вашей активности. То есть, сколько хотите получать, такова ваша активность. Так, какая именно можно конкретно, Света, я уже говорила, я уже сегодня два раза повторила, какие виды активности, и Дмитрий Васадин в эфире тоже это сказал. Пожалуйста, послушайте эфир еще раз Дмитрия Васадина, ответ на все ваши вопросы есть в его эфире. То, что мы сейчас говорим, пересказываем и общаемся, мы говорим все то же, о чем сказал Дмитрий Васадин. Послушайте, пожалуйста, его эфир. Ответы на все ваши вопросы есть в его эфире. Так, да, пересмотрите в YouTube, я сбросила вам даже ссылку на запись, где есть YouTube. Так, сейчас тут выше немножко читаю. Выше, 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 выше. О, ты что-то Вера Хабтинец спросит слово. Верочка, ты быстро, на минутку, потому что у нас уже время подходит к завершению. Привет, включай микрофон. Доброе утро, друзья. Доброе. Вопрос же не в минутке, а вопрос в том, чтобы ответить на... Давай, да. Смотрите, как есть смысл подходить к ответу на вопрос, что именно нужно сделать, чтобы кабинет включился. Еще раз повторю, что включение кабинетов будет у всех постепенно. Каким образом? Посмотрите, какую сумму вы можете сделать дополнительный взнос себе в кабинет. И увидите, как отреагирует система на эту сумму. В каком процентном соотношении изменится ваш баланс. Сколько уйдет на реинвест, а сколько останется для вывода в следующий вторник. Это первое. Второе. Многие, ну не многие, а некоторые участники пишут, что нет возможности сделать себе дополнительное пополнение своего потока. Ну, нет свободных средств, но сейчас. Да, такое тоже может быть. Ну, не страшно. В системе всегда можно заработать. Поэтому объединять... Что бы я посоветовала? Объединиться с аудитором или с активным бенефициаром. Ну, с кем вы дружите, кто вас пригласил. Но лучше с аудитором или вышестоящим аудитором, или топ-лидером даже. И начать рассказывать о проекте. Или приглашать на встречи с топ-лидером, или с вышестоящим аудитором, или с лидером структуры. Приглашать других людей. И при этом с этими новыми претендентами всегда есть о чем поговорить. О деньгах, об идее, о том, что куда мы движемся, что человеку сейчас важно на этом этапе жизни. И каждый сам сможет принять решение. Интересно ему такое взаимодействие, как у нас? Или он пока будет своим способом добывать деньги во внешнем мире, в линейном бизнесе или в найминге? Я уверена, что всегда-всегда-всегда находятся люди, которым интересен как-либо дополнительный, или которые уже искали такой способ взаимодействия, как у нас. И они согласятся. При этом ваш кабинет поднимется в рейтинге. И лично приглашенный участник ваш тоже позволит, его регистрация, его взнос, тоже позволит системе какую-то часть начислений перевести доступными к выводу. Какая-то еще уйдет на реинвест, но какая-то уже будет доступна. То есть, смотрите, подытожу еще раз. Ответ на вопрос, что именно мне нужно сделать или как это будет происходить. Следующим образом, либо мы делаем себе новое пополнение и смотрим. Потому что, смотрите, у каждого своя сумма потока, у каждого свой срок пребывания в системе. Кто-то там полгода, кто-то уже там пять лет, кто-то, ну если в кэшфлот, то там с начала старта этой платформы. И сложный алгоритм заложен в системе. Он же учитывает все нюансы, все данные, все предыдущие активности, все активности, которые сейчас мы делаем. Поэтому нельзя сказать однозначно, просто все требуют от Иры, от Дмитрия Васадина точных цифр. Это невозможно. Возможно только индивидуально с конкретным вашим кабинетом. Система его сканирует, сканирует эту информацию и реагирует. Поэтому это можно сказать живой организм. Еще раз, делаем какую-то активность, либо делаем взнос, либо регистрируем, приглашаем новых участников и смотрим, как система реагирует на наш кабинет. Каждый отдельно на свой кабинет. И все, и дальше больше. То есть там кто-то ускоряется, кто-то увеличивает объем. Так понятно, вот такое, ну так уже становится понятней, как все устроено. Взнос можно делать в любой момент. Еще раз, все действия, которые мы делаем сейчас, система уже их фиксирует. Даже если у нас еще не включены, ну вот эта функция мониторинга, она готова, но она еще не включена. Ну то есть как только она будет включена, она же промониторит ближайшие несколько недель, которые у нас уже были, ну какие-то были активности. А может быть со старта, да, ну то есть ничего не остается без внимания. Любое наше действие, оно фиксируется. Так, все понятно, можно увидеть только в авторник. Может быть уже... Спасибо, давай уже про авторник и все. Ребят, ваша активность все эти недели и сегодня, завтра, послезавтра, вся ваша активность, ваши взносы, ваши новички, все будет вам включаться. И это будет открывать ваши начисления еще с ваших премий. То есть у вас тогда реинвест будет не 100%, а он, конечно же, будет меньше. И вы с каждым разом будете получать больше и больше. Все, кто это делали на протяжении двух недель этих, две-три недели, которые продолжали делать взносы, мы же неспроста вам это говорили. То есть как вы считаете? Мы на каждой зарядке говорили, ребят, делайте взносы, не прекращайте делать взносы. То есть прекращать, пополнять свой кабинет невыгодно. То есть невыгодно прекращать что-то делать. Так же, как в принципе, те, кто спрашивает, я хочу написать заявление и средства запросить обратно, а сколько будет? Я говорю, ну, посмотрим, сколько у тебя будет. Но в принципе, то есть там, зная некоторых людей, которые меня это спрашивают, говорю, в принципе, для тебя это невыгодно. Тебе намного выгоднее продолжать. Он такой, ну, конечно, да, конечно, как топ-лидер еще по-другому скажет. Ну, блин, ну так, ну, поэтому, поэтому ты пока еще не топ-лидер, потому что ты пока по-другому еще мыслишь. Вот, ребят, поэтому, да, я так говорю, потому что я знаю, что это именно так. Невыгодно прекращать свой кабинет развивать. Невыгодно для вас. Вот, но кто действительно так хочет, может написать заявление на выход, запросить средства обратно. Ребят, это разрешено, то есть Дмитрий Васадин разрешил это сделать, то есть для тех, ну, у кого, ну уж реально не получается. Кстати, некоторым из бенефициаров я даже тоже так рекомендую, потому что есть такие, кто, ну, ну, ну прям, ну совсем уже, ну, ну уже как горохом просто об стенку, да. Я говорю, так, слушай, сейчас, слава богу, появилась для тебя эта возможность, это шанс, у тебя не получается, у тебя уже долгое время не получается. Напиши заявление на выход, и все, то есть и больше не делай, потому что у тебя реально просто не получается. И при этом ты же не просто там пытаешься делать, ты как-то учишься, слушаешь, ты же мозг паришь еще другим, и научите, покажите. Тебе 150 раз говорят, а ты не учишься все равно, то есть не хочешь, не делаешь. Все, наверное, пока это не твое, все, постой, отдохни. Вот, и вот, то есть некоторым, честно скажу, я даже так порекомендовала, там, слава богу, у меня в кругу не такое большое количество людей, но другим всем могу сказать, вот с кем общаюсь, кого знаю, что невыгодно прекращать, невыгодно останавливаться. То есть и все это время, когда даже у вас не было начислений, невыгодно было останавливаться. Те, кто делали все это время, ребята, вы в зачете. Те, кто сегодня делают, вы спрашиваете, а когда можно начинать делать взносы? А их всегда можно было делать. То есть вот ваш вопрос, а когда можно начинать делать взносы? Ребята, вот сами в него вдумайтесь. А их можно было делать всегда. Их вообще не нужно было прекращать делать. Их можно было делать всегда. Если вы только сейчас начинаете, ну, начинайте чем раньше, тем лучше. То есть их можно делать вообще всегда-всегда уже. то есть начинайте просто, уже начинайте пораньше. То есть, да, ощущаете даже ваши вопросы, вы сами просто останавливаетесь. А останавливаться невыгодно, потому что во все времена, все события, которые происходят, те люди, которые активные, которые не замирают, которые развивают дальше систему, они всегда в зачёте. И каждое их действие всегда в зачёте. И в максимальном зачёте. Поэтому, ребят, начинайте прямо сейчас. Вот, это ответ на ваш вопрос. Когда начинать? Что делать? Начинайте сейчас, что делать? Пополняйте кабинеты, заводите новичков, начинайте получать деньги. И, возможно, уже завтра у вас будет вторник, и, возможно, уже у вас завтра будут не стопроцентные реинвесты. Возможно, это уже даже случится завтра, да, как вариант. Ну, это мы узнаем тоже уже завтра. А подготовиться к этому дню вы можете уже, конечно, и сегодня. Вот. Так что, если у вас вопросы до сих пор осталось, переслушайте ещё раз записи Дмитрия Васадина. У кого, точнее, осталось. Он дал чёткий ответ, когда делать и что делать. Ну, и мы сейчас его просто уже по полочкам разжевали и разложили. Так, теперь, когда будут рассматриваться заявления на выход, то спрашивают, не знаю, пока их ещё даже никто не пишет. Вот, то есть, когда у вас это будет, на канале будет объявлено. Так, дальше, что здесь вы ещё писали. Если я делаю пополнение, но у меня нет ни одного реферала, суббота будет активной. О, кстати, интересный вопрос, ребят, по субботе. Если вспомните этот момент, мы говорили, что каждый у нас бенефициар фонда, он каждый взаимополучатель. То есть, он выгодополучатель. Выгодополучатель, он каждый получает выгоду от проекта. И, конечно, чем лучше проект, тем быстрее он развивается, тем больше выгоды ты здесь берёшь. И чтобы дальше так было, вспомним тот анекдот, да, то есть, стесняешься рассказывать, да, когда деньги приходят? Ну, да, стесняюсь. А потом тебе перестали регулярно платить, да, потому что ты никому не рассказываешь. Да, перестали, и ты не стесняешься об этом всем рассказываешь? Да, ну, не дурак ли? Вот, поэтому, ребят, конечно же, что все заинтересованы в том, чтобы развивался проект, да, и потому что все получают от этого выгоду. Вот, и кто получает всегда максимально? Правильно, те, кто развивают максимально. Вот, поэтому первые два месяца у каждого новичка, бенефициара есть возможность попробовать, попробовать развиваться тоже, попробовать развивать. Первые два месяца каждый новичок получает по максимуму, как будто бы он сейчас самый-самый топовый развиватель. Вот, и если у тебя за эти два месяца не получаются, или ты просто реально не захотел развивать, тогда у тебя просто суббота добавляется в выходной. Никого никто не блокирует, то есть, пожалуйста, исключите это, вот из своих мыслей, потому что где-то ходят до сих пор эти мысли, что если у тебя нет рефералов, то тебя заблокируют. Нет, нет, у тебя в субботу будет добавляться выходной. То есть, если у тебя не получилось за первые два месяца, тогда, когда ты получаешь максимальную выгоду, если ты стесняешься рассказывать, или элементарно не хочешь рассказывать, то ты тогда выходной в субботу, то есть ты пополняй свой поток, конечно же, пополняй свой поток, пополняй его снова, это же твои деньги, ты же свой поток пополняешь для себя, ну, суббота у тебя будет, просто лишь суббота у тебя будет выходной. Ты будешь дальше продолжать получать деньги, но просто суббота у тебя будет выходной. И это все равно намного больше, намного круче, чем вообще где-либо ты там мог бы. То есть понимаем, что от 13% годовых это уже начинаются высокорисковые инвестиции. То есть это уже высокорисковые инвестиции, 13% годовых. Ребята, у нас 400% годовых, поэтому это никакие нафиг не инвестиции. Это наш фонд коллективного самообеспечения. Поэтому мы вместе, мы коллектив, ну и вот делаем это коллективное сознание, то есть расширяем, включаемся, включаемся в эти процессы. Вот так, ребят. Так что суббота, суммы ваши, пополнения, то есть это тоже для новичков, мы об этом говорили недавно. Ну, вопросы, если такие есть, буду напоминать почаще, чтобы доходило просто до большего количества. Итак, начало недели. Понедельник. Ваша активность. То есть сегодня начинаете вашу активность, если вы вдруг еще не начали. Продолжайте вашу активность, если у вас все отлично. Продолжайте и дальше. Ну, теперь вы и так продолжаете с еще большим рвением. Начало недели. Мало того, что у нас май, завтра у нас уже первый день лета. Всех с этим поздравляю. Кто где будет на море летом, зависит от вас. И кто на какое море захочет поехать, вы сейчас сами себе можете определить. Вот так что включайтесь, ребята, в процесс. Помощь, подсказки, как заводить новичков, какие встречи. Вам аудитор всегда готов дать эту информацию. Не задавайте аудиторам вопросы, которые вы задавали на эфире Дмитрию, и он уже дал на них ответы. Пожалуйста, ребят, не загружайте их. У аудитора только спрашивайте. Слушай, у меня есть вон друг, с ним нужно провести встречу, собеседование, разговор. Сделать ему презентацию кабинета, презентацию платежной системы. Ну, именно научить пользоваться. Вот. С такими вопросами приходите к аудитору легко, запросто. Со всеми другими, пожалуйста, не мучайте их. Ответы на все вопросы уже есть. На ваши конкретные, то, что вы хотите, сдайте мне конкретную цифру, копеечка в копеечку. Ребят, это все вы увидите у себя в кабинете. Наш кабинет живой, он с вами общается, он с вами разговаривает. Все. Это вы все сможете увидеть у себя в кабинете. Ну, и если другие бенефициары будут показывать свои примеры, вы сможете на их примерах тоже посмотреть. Сегодня понедельник, 31 мая. День рождения Дмитрия Васадина. Напоминаю, кто пропустил вначале эту информацию, мы сегодня поздравляем его в соцсетях и используем хэштег в поздравлениях Happy Birthday, Dima Super. Я его писала, давайте снова вам его продублирую, чтобы вы смогли его использовать. Ваши поздравления, ваши ролики, ваши посты. Вот, публикуйте и используйте этот хэштег Happy Birthday, Dima Super. Дальше. Мы запустили новый флешмоб по нашей географии. Кто где, кто в каком городе. Посмотрите вчерашний вебинар по видео, ну и вообще по соцсетям, которые мы делали, он есть у меня на YouTube. Мы договорились сделать нашу географию, поэтому записывайте ролики и присылайте мне в Telegram ваши ролики по вашей географии. Первые несколько роликов, кто будут, я уже их опубликую на Telegram канал, чтобы вы смогли увидеть как пример, как образец, что вы можете сделать. Вот. То есть, вашу географию потом вы мне присылаете в Telegram и публикуя их в социальные сети используете еще наш хештег CashForWord. Ну, в принципе, все на сегодня. План действий мы расписали, что делать. Все вопросы обговорили по активности, ну мы даже еще и активность новичков обговорили, да, про субботу, воскресенье. Ну, вот так. Наш... Так, вот тут включил микрофон, ребят, не включайте. Тогда наша неделя объявляется открытой, активной очень. Ваша активность в ваших руках. Активничайте. Кто как развивается, кто как развивает проект, тот столько получает. Кому сколько нужно, вы сами определяете. Так что всех поздравляю с новой неделей. Индивидуальные встречи, если нужно провести, если вы хотите попросить моей помощи, я всегда открыта для вас. Можем провести индивидуальные встречи, общение с вашими новичками легко. Вот. Напомните мне по такому пособию для бенефицара «Как заводить новичков». Я вам тоже его сброшу. Те 12 пунктов, о которых говорила. Так, все. Спасибо за информацию. Пишите. Какой чат для флешмоба? Давайте еще раз тогда продублирую. Спрашивайте. Чат для флешмоба. Это не чат, это группа в Телеграм. Канал. Да, то есть, где есть информация. То есть, чат, это не подходит, потому что в чате всегда там куча идет разных переписок. И, кстати, по чатам, ребят, ну, вы слышали, да, что Дмитрий Васадин сказал по чатам. Поэтому просто нафиг выходите со всех чатах и не сидите там. То есть, чат, это всегда фигня. Алло, пидор. Я все чаты позакрывала. То есть, у меня нет чатов, потому что они бесполезные. Не нужно, то есть, от них нет никакого толка. Вот. Вы получаете все ответы на вопросы. Сейчас вы даже получили от Дмитрия Васадина ответы на вопросы. Поэтому у кого-то спрашивать ответов, это бессмысленно. То есть, это вообще не нужно делать. Информацию вы только можете получить. Вот она есть на канале, она есть у нас на зарядках. Мы проговариваем всегда. То есть, вся информация есть. Ответы на все вопросы есть. Поймите, они в доступе. Они повторяются по много-много раз. Вот. Вы только эту информацию берите. А все чаты, это реально просто помойники. Поэтому повыходите нафиг со всех чатов, там, где могут писать все подряд. Чаты важны и нужны для того, чтобы вы делились своей радостью, для того, чтобы вы сбрасывали. Вот у меня это свершилось, вот эта мечта у меня осуществилась, вот это желание у меня произошло. Вот это да, вот это реально вдохновляет. Когда открываешь чат, реально вдохновляет. Когда там кто-то будет ныть, и на этого ныть, и как будут обращать внимание все другие, фигня. Если вы такое замечаете, выйдите нафиг из этого чата. Все. То есть чаты, это в некоторых случаях даже просто помойники уже превращаются реально, потому что туда заходят люди непонятные, с какими-то непонятными именами, аватарками, даже за аватарку может быть реальная фотография какого-то реального человека. Ну что за человек, вы его знаете, а вы с ним вступаете в диалог или переписываетесь. То есть чаты все, там, где много кто переписывается, фигня, вы должны общаться только с теми людьми, которых вы знаете лично. Все. Поэтому есть каналы, где публикуется информация только лишь администраторам. Вот эту информацию вы можете принимать и из нее действовать. Потому что я уже знаю, сколько раз вы получали дезинформацию в разных чатах. Ой, сколько раз вы получали дезинформацию. И потом вы своих аудиторов спрашивали, слушай, я вот там прочитал, там-то написали, что вот будет то-то, то-то, а ты мне об этом не говоришь. Конечно, ваш аудитор вам не говорит, потому что этого нет. Поймите это, да? То есть, а вы там уже подняли там целый кипиш. Ваш аудитор, это ваш главный авторитет в проекте. Пожалуйста, слушайте его. Он знает всю информацию, он ее не пропустит, и он вам ее расскажет. Все. Так что все на виду, все есть. Главное, просто принимайте ее и действуйте. И, да, реально слушайте тех людей, у кого все хорошо. Вот именно их слушать и надо, если вы хотите, чтобы у вас тоже все было хорошо. А если вы хотите, чтобы у вас все было плохо, да, общайтесь и слушайте тех, кто ноет. А если хотите, чтобы было хорошо, круто, на позитиве, классно, и деньги были, и настроение было, то вот как раз общайтесь с теми, у кого вот именно так. И кто это, не стесняясь, показывает. Ну, вы, конечно, тоже не стесняйтесь. Так что, ребят, чтобы не было как в том анекдоте, не стесняйтесь, показывайте все с самого начала. Целую вас, обнимаю. Спасибо за внимание. До среды. В среду встречаемся на новой зарядке в 11 часов. Так что, не опаздывайте, будьте с самого начала в эфире. Пока-пока, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok